Дорогие друзья, всем добрый день! И сегодня я решила записать программу, уже очень давно не делала что-то подобное. Последний раз мы это делали для нашего проекта «Жить по-другому», который вещался у нас на СНЛ. Но на самом деле та тема, которую мы недавно обсуждали с пастором, я так думаю, она будет очень актуальна и очень полезна для многих людей. Сегодня мы хотели говорить на тему внутренней, личной, семейной жизни в служительских кругах. И прежде чем мы начнем нашу такую беседу, она не будет долгой, но мне хочется, чтобы она была краткой, очень правдивой, и чтобы она отражала какие-то мысли, примеры не только священного писания. Но я знаю, что, Павел, у вас огромный опыт и в служении людям, и личный опыт. Вы сколько лет уже пастор? Занимаетесь священной действией? С 2014 года 10 лет. 10 лет. 10 лет. Поэтому я думаю, что эта тема, она на самом деле, она очень, скажем так, мне бы хотелось, чтобы она не просто была богословски оформлена, но чтобы она была достаточно применима, и чтобы люди нашли применение советам, мыслям, которые здесь будут. Ну и, конечно, мы обратимся к Писанию. Я хотела зачитать 1 Тимофея, 3 главу, это послание Тимофея, я буду читать с первого стиха. Верно слово, если кто, епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учтителен. Не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись и о церкви Божьей. Не должно было, ну и так далее. Давайте остановимся на этом пятом стихе, что если кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Божьей церкви. И здесь, конечно, определенные стандарты для епископства. Мы говорим о епископстве, но это не значит, что наша тема направлена на то, чтобы обсуждать семьи епископов. То есть здесь больше мы говорим о неком таком стандарте, который должен быть, наверное, в семье каждого служителя. Тем более, если учесть, что в ранней церкви вообще разделение на епископов и пресвитеров, оно было довольно условным. И то, что называется епископ в Новом Завете, сегодня мы бы сказали старший пастор в церкви. То есть это председательствующий собральный епископ был руководителем конкретной поместной общины. Просто раньше было так, что община совпадала с поместной церковью. Например, община в городе Ташкент. Это была одна община в городе Ташкент. Или там в городе Рим, или в городе Афины. И потом уже, когда церковь начала расти, появлялись уже то, что в своем роде филиалы, или сегодня мы их назвали приходы, или дочерние церкви, где епископ уже ставил своих помощников, пасторов. И вот она разделилась на епископов, пасторов, диахонов. Но это произошло уже, наверное, где-то во втором веке, в конце второго века. Да, мне очень нравится, что здесь какие-то вот есть такие очень, скажем, Богом определенные стандарты для человека, который является вообще служителем. Потому что служитель – это все-таки публичное лицо. И вот как, ну, исходя из своего личного опыта, я понимаю, что пастор, где-то у него даже нет такого понятия личной жизни. Почему? Потому что люди, они наблюдают за нами. Да, понятно, и Бог наблюдает, и мир наблюдает, и другие наблюдают. Но люди, то есть кому мы служим, да, то есть в церкви они наблюдают за тем, как вообще живет пасторская семья. То есть ведь мы уже все, наверное, поняли, да, и научены, что можно очень даже, скажем так, завораживать своих прихожан красноречивыми проповедями. Но Писание нам также говорит о плодах нашего служения. Поэтому вот эти плоды, они должны быть, наверное, не только через дары, но и через нашу личную какую-то жизнь, да, которую мы имеем, вот служа людям, например, общаясь с другими, да, и так далее. И, конечно же, семья, конечно же, семья. Я думаю, что я понимаю, что мы не можем, как моя мама говорила в свое время, на каждый роток не накинешь проток, да. Это не в смысле, что мы должны пойти, с ним убождать. Но, тем не менее, есть определенные стандарты, да, и об этом говорит Библия, что не должен быть сварлив, не должен быть пьяница, да, хорошо управляющий домом и так далее. Поэтому вот на ваш взгляд, то есть какой вообще должен быть стандарт у людей, которые занимаются служением в церкви, да, в отношении семьи. И вообще какая должна быть семья, да, вот я понимаю, что это не что-то должно быть показное такое, да, новостное, чтобы люди, вот, чтобы впечатлить других. Потому что я думаю, что, но мы живые люди, мы все живые люди, и, конечно, мы тоже, как и все другие, да, я имею в виду служители церкви, мы сталкиваемся с какими-то вызовами внутри семьи, да, и есть какие-то у нас могут быть и трудности возникать в отношениях. Как в этом случае, да, преодолевать это все? Ну, конечно же, с одной, ну, действительно существуют определенные стандарты, они связаны с простыми вещами, потому что лидер, он является обычным примером для подражания, является той ролевой моделью, которую следуют другие люди, которые присоединяются к тому или иному движению. Мы даже это можем видеть по светской политике, ведь мы встречаем ситуации, когда даже неверующие светские политики, лидеры, общественные деятели уходят в отставку, например, если они сталкиваются с тем, что называется публичный скандал. Вот, в Атфе был случай, когда политика шла в отставку из-за того, что его сына задержали в нетрезвом виде за вождение автомобиля. Почему? Вроде бы какая связь между ними и сыном, да, но, тем не менее, он уже не мог выполнять свои функции как политик, не мог вызывать доверие, и он тем самым бросал определенную тень на свою партию, которая выступала за такие консервативные христианские ценности, да, этом семейные ценности. Соответственно, вот все, есть противоречия. Хотя можно сказать, что он же не несет ответственности за своего совершеннолетнего взрослого сына, который уже не ребенок, а взрослый мужчина, который должен сам отвечать за свои ценности. Так в обществе принято. Есть ролевая модель и есть человек, который является тем самым примером для подражения. Но мы понимаем, что все мы люди, у нас у всех происходят разные периоды в жизни, сложные, тяжелые. Мы все боремся с разными вызовами, у нас есть вызовы финансовые, вызовы эмоциональные. То, что, знаете, как говорят, я не вывожу, я эмоционально не вывожу. Мы тоже можем не вывести. Мы как мужчины, как женщины, как люди, которые состоят из крови, плоти, из костей, которые точно так же страдают, как и все остальные. И, конечно же, у нас возникают проблемы межличностного характера. И я знаю, что, наверное, для семей и слушателей... Вообще, в принципе, это касается многих людей, так называемых, помогающих профессий, но в наибольшей степени пасторов. Потому что, если, например, психолог, он работает определенное количество времени. Потом он может выключить телефон и заняться своей семьей, какой-то личной жизнью. Если мы говорим, например, про врача, у врача есть смены, есть определенный режим работы, но, тем не менее, приходя домой, в большинстве случаев, если он не хирург экстракласса, которого могут вызвать ночью на срочную операцию, скорее всего, он может выключить телефон и заняться своей личной жизнью. У священника, у пастора личная жизнь очень тесно переплетена с его служением. Могут позвонить вечером о чем-то попросить, могут позвонить ночью, что-то случилось, какие-то проблемы. И человек находится как бы постоянно на связи. Но, находясь постоянно на связи, ему бывает очень тяжело разделить четко служение и взаимоотношения с близкими людьми. То есть его служение, оно как бы продолжается в его семье, когда он... И отнимает его у семьи. Вот что самое главное. Отнимает его у семьи. И далеко не каждый супруг или супруга, соответственно, в зависимости от того, какой его полуслужитель, да, женщина или мужчина, супруг или супруга, то может с этим соглашаться. И справиться с такой нагрузкой. Справиться с такой нагрузкой, справиться с таким давлением. Ведь, если мы говорим про пастырскую семью, то вниманию подвергаются и дети, которые испытывают стресс постоянный. А то, что от них ожидают, может быть, то, что они не готовы дать. Они не подписывались на это. Это их папа подписывался на то, что он станет пастыром. А дети вовсе не подписывались на эти вещи, на такую ответственность. Или тем более жены, которые, может быть, просто хотят спокойной и простой жизни. Они не хотят, чтобы их муж был предметом обсуждения, чтобы они были предметом обсуждения посторонних людей, чтобы в их личную жизнь влазили непонятные люди, которые дают советы, оценивают или, может быть, даже критикуют. Далеко не каждый человек способен выдержать такое давление. Пастыр, он взял на себя этот груз. Когда у него было рукоположение, когда он вступил в служение, когда он получил благословение на этот труд, он понимает, что он делает. Он дает себе отчет. А вот жена или дети не всегда. Ну, просто потому, что они не обязаны этого делать. И вот очень важно бывает для пастора, вообще, в принципе, проблема выгорания в пасторском служении сегодня социологически видна. Ведь тут на Западе такие организации, как Pew Research Center и другие регулярно проводят опросы социологические среди пасторов. И выясняется, что это та, назовем так, профессия или служение, или образ жизни, которая вызывает огромное количество проблем у человека. Психологические проблем, каких-то еще. Потому что это постоянное давление, оно вызывает последствия, вызывает раны, вызывает травмы, которыми, опять же, пастор должен знать, как справляться, учиться справляться и, если можно, просить о помощи самому. Опять же, знаете, бывает, пастор такой человек, который думает иногда, что я помазан Богом. Все могучий, все может, все знает. Да, все может, все знает. Он внутренне, может быть, дает себе честный отчет, что это не так. Но он должен держать лицо для того, чтобы соответствовать ожиданиям людей. И, например, очень часто есть такие консервативные общины, где говорят, что пастор не может обратиться к психологу. Ну, как так можно? Какой психолог, какой пастор? Он должен пойти, помолиться перед Господом. Перед Господом мы решаем проблемы духовные, и мы решаем проблемы смысла. Смысл жизни и нашей души, взаимоотношений. А психология, она решает проблемы личностные, она решает проблемы душевные. Но душевные мы тоже не можем отрицать. Да, конечно же, Библия нам говорит о наших взаимоотношениях с Богом, а психология говорит нам о взаимоотношениях с самим собой, с другими людьми. Разный уровень. Ну, точно так же, например, экономика нам вообще говорит о каких-то материальных взаимоотношениях между людьми. О том, как зарабатывать деньги, о том, как нам преуспевать и так далее. Я считаю, что тоже в некоторых случаях там особо духовные люди могут сказать, ну, нет, это не дело верующего человека, или тем более служителя, думать о заработке, или думать о деньгах. Но мы все живем в мире экономики, мы считаем деньги. Почему же мы не считаем, не подсчитываем то, что происходит в нашей душе, в нашем уме, в наших эмоциях? И посмотрев и оценив, почему мы боимся обращаться к специалистам, которые в этом разбираются. Павел, у меня такой вопрос. Вот, скажем так, человек, пастор или служитель церкви, который оказался в этой ситуации, сложной, трудной ситуации, да, семейной. И к нему, конечно, есть какие-то вопросы, да, потому что не всегда можно скрыть, да. То есть на каком-то этапе человек уже понимает, что все, он уже не может скрывать тот конфликт, который у него есть внутри семьи. Вот, и особенно, если, например, другая сторона, она принимает радикальные какие-то решения, радикальные, и эти решения, скажем, при этом там могут быть озвучены какие-то условия. То есть выбирай либо церковь, и Бог, и я, и либо я, да, то есть и пастор оказывается вот перед таким выбором, да. То есть вот что нужно делать вообще, я понимаю, ситуации много, да, какие-то ситуации можно исправить. Это как болезнь в начальном этапе, ну, вот даже в ситуации с Денисом Михайловичем, да, мы очень поздно об этом узнали. Я всегда думала о том, сколько раз я просила Дениса, что я видела, я видела дефекты его речи, я слышала его, я говорила с другими людьми в церкви, всех устраивало то, как он выражает свои мысли, но я видела, что все, мысль его тормозит, она не такая, не такая, скажем, ум. Она не такая цепка, он не так оформляет ее, да, как грамотно, как он это делает раньше. Вот, а Денис, он очень, вы знаете, образованный человек, и, в общем-то, и я видела, что что-то происходит, и я его умоляла, Денис, сделай что-то. Ну, как-то вот он оттягивал это решение до момента, когда уже это было 10 сантиметров опухоли вырезали, да, такой кубик-рубик в голове. И вот, к сожалению, тоже пасторы, они молчат, они не реагируют, да, наверное, молятся, наверное, ожидают, наверное, как-то все-таки надеются, что ситуация изменится, да, и потом происходит так, что внутреннего ресурса уже нет, уже все. И вот здесь, конечно, в этом смысле очень трудно что-либо исправить, но все-таки, я думаю, все-таки все равно исправлять, наверное, ну, нужно пытаться, по крайней мере, может быть. Вот что делать пастору, вот, чтобы, ну, служителю церкви, да, который оказался в подобной ситуации, здесь же не просто вопрос богословия, можешь ты служить дальше или ты не можешь, да, там, можешь ли ты стоять за картерами, не можешь. То есть мы сейчас даже не говорим об этой части служения, мы говорим о той боли, о той проблеме, которая есть у него внутри, семьи, в его душе, в его сердце. Слушайте, есть такая теория множественного интеллекта, может быть, вы слышали о ней когда-то, что есть вот IQ, это интеллект в привычном нам смысле слова, есть там эмоциональный интеллект, физический интеллект, и в ней существуют такие еще виды интеллекта, как духовный интеллект, это, собственно говоря, развитие наших духовных качеств, взаимоотношений с Богом и представления о Боге все более и более и более сложных, да. Сначала мы приходим, у нас простая картинка, да, взаимоотношений, но мы понимаем, что они сложные, они в Библии описаны через судьбы людей, через историю людей, очень разные взаимоотношения, мы расширяем, и как бы наш духовный интеллект растет. Есть коммуникативный интеллект или межличностный интеллект, который тоже важно развивать и быть осознанным. Когда вот мы его развиваем, мы можем понимать очень рано, чувствовать, что есть какие-то проблемы. Если он плохо развит у нас, тогда мы замечаем проблемы только тогда, когда они уже зашли в такой тупик, из которого иногда невозможно выйти. Поэтому я считаю, что еще на уровне библейской школы, на уровне обучения библейских курсов, богословских учебных заведений важно, чтобы служители четко осознавали, были осознаны, они были образованы в области тех проблем коммуникационных и проблем личностных, с которыми они могут встретиться. Чтобы они заранее знали, что может быть на их пути и как к этому относиться на том этапе, когда все очень легко исправить. Ну, прежде всего, друзья мои, каждый пастор должен уметь делать, все-таки, на мой взгляд, одну простую вещь. У нас есть иерархия ценностей. На первом месте Бог, на втором месте семья, на третьем месте церковь. Это говорят очень многие проповедники, но мы это пропускаем сквозь мимушей. Первое место Бог, второе место семья и третье место церковь. Второе, я об этом говорил на проповеди на Пасху в этой церкви в нашей. Я говорил о том, что мы, ну, я использовал такую традиционную терминологию, да, мы говорим во имя Отца и Сына и Святого Духа дважды. Первый раз, когда начинается Боговое служение, когда Бог служит нам через Слово, через присутствие Духа Святого, наполняет нас, исцеляет наши раны, физические, душевные. Мы отвечаем Ему на это хвалой и верой. Ну, то есть символ веры, когда читаем время вечери, или хвалой, когда мы наполним Духом Святым, хвалим Господа. Это Боговое служение, когда Бог нам служит. Второе богослужение начинается, когда мы выходим за стены храма, когда мы служим Богу. Мы служим Богу в нашем ближнем, через помощь в служении нашему ближнему. Среди тех людей, кому он нас посылает. На нашем рабочем месте, в магазине, в парикмахерской, где мы приходим, получают людей какие-то услуги, мы можем подарить им любовь. Но в первую очередь в своей семье. Поэтому, пожалуйста, воспринимайте взаимоотношения со своей супругой, с женой, когда вы разговариваете, как форму вашего служения Богу в том числе. Это сакральный акт, это священное действие, когда я разговариваю со своей женой или со своими детьми. Я их слушаю внимательно. Знаете, надо было так, что пастор очень легко слушает посторонних людей, которые к ним приходят. Но не слушает свою собственную супругу, но с которой у него особые заветные отношения. Они вступили в особый завет, в брачный завет. И это не просто люди, которые встретились. Это люди, которые идут вместе по жизни, и они постепенно становятся похожими, даже бывая друг на друга. У них появляются общие какие-то интересы, общий мациональный фон, акцент, мимика, манера речи. Все бывает, начинает постепенно притираться друг к другу. Думаешь, почему так происходит, что пасторы, они же пасторы в церкви, а дома они мужья. И поэтому почему так происходит, что они почему-то не думают о том, что их жены, они, скажем так, то есть вот это отношение, что она жена, она должна меня помять. Она жена, она должна снизойти ко мне, потому что я устал. Потому что у меня нет сил, потому что у меня пасторы, потому что у меня люди. И вот почему вот этот момент как-то вот он стирается. Это же вот какой-то клиент, который... Конечно, потому что люди думают, что жена, ну куда она денется? Ну как бы это само собой разумеющаяся вещь, ну момент жизни. Вот она есть, ну куда она денется? А потом, когда она вот как бы бывает, исчезает иногда даже. Или уходит, ну вот, ой, а как это случилось? Пренебрегала, потому что ей вот и случилось. Женщина нуждается во внимании. Женщина вообще существо коммуникативное очень сильно. Почему женщины мастера коммуникации? Они умеют выстраивать отношения, они умеют выстраивать отношения между людьми. Не зря сегодня часто женщины занимают топ-менеджерские посты, потому что сегодня нужна не грубая сила, агрессия или хамство, да, а сегодня как раз нужно научить находить баланс интересов между разными группами фирмы. Женщина это умеет лучше мужчины делать. У нас есть энергия, а женщина умеет коммуницировать. Но для нее важно коммуницировать. Чтобы ее выслушали, чтобы ее потребности эмоционального общения были удовлетворены. Эмоциональные потребности. Чтобы она понимала, что ее ценят, и что она чувствует себя в безопасности. Безопасность и ценность это очень важные моменты. Поэтому, друзья мои, если вы приходите домой, вы общаетесь с женой, сделайте так. Когда вам звонят, положите свой телефон. Звоночек никуда не пропадет. Вы увидите, кто вам звонил. И вы можете перезвонить потом. Вот у меня сейчас есть четкое правило. Я сижу, смотрю, например, с супругой просто фильм. Или мы с ней общаемся, пьем чай. И кто-то звонит. Я делаю так. Я смотрю. Вот трубу чему. Я перезвоню. Если человеку видно, что он срочно. Я снимаю трубу. Я говорю, я сейчас занят. Я перезвоню через полчаса. Или через 40 минут. И после этого кладу. И мы продолжаем. Для нас это форма священно действия определенного. Я ее внимательно слушаю. Так как я был. Слушайте, где двое литровое собираются во имя Иисуса Христа. Мы с супругой больше 25 лет. 25 лет было в прошлом году. Как мы собрались во имя Иисуса Христа. Мы верим, что он посреди нас. И вот эта вера и понимание сознания. Оно ведет к тому, что когда я с ней общаюсь, я чувствую, что есть кто-то более глубокий в этом общении. Прикосновение к кому-то, кто глубже, чем любое человеческое понимание, сознание и так далее. Иисус между нами. Павел, такой вопрос. Скажите, как вы думаете, пастору нужен психолог? Ну, а нужен ли пастору стоматолог? А нужен ли пастору кардиолог? А нужен ли пастору физиотерапевт? Я считаю, что у нас тело, оно разрушается, и у него есть такие проблемы. Но наша психология, она тоже наша душа. Душевная сфера. Она тоже часто бывает... Смотрите, бывают проблемы между мужем и женой, которые, опять же, очень часто сводятся к одной простой вещи. Жена думает, что говорит на русском, а муж слушает суахили. Муж думает, что он говорит на русском о своих потребностях, выражая свой язык и любви, а жена слушает корейский или японский. То есть, не понимая друг друга. Просто мы говорим на разных языках. И психолог – это человек, который умеет просто сесть рядом, внимательно слушаться в ситуацию между этими людьми и задавая вопросы обычно. Он же не советует ничего, чаще всего. Хороший психолог не будет даже давать совет. Он будет задавать вопросы. Он будет спрашивать. И смотришь, и через эти вопросы люди начинают вдруг слышать друг друга и понимать друг друга. Поэтому, я считаю, не нужно бояться, если чувствуете, что брак дал трещину. Обратитесь к специалисту. Есть два вида специалистов. Первый – это духовные консультанты, которые, опять же, решают вопрос ваших взаимоотношений с Богом. И ваших взаимоотношений внутренних, с духовными процессами, которые происходят. А есть специалист, который отвечает за душевные вещи. Ваши взаимоотношения с самим собой и с другим человеком. Разные уровни. И один не хуже другого. Не менее важны. Потому что мы есть дух, душа и тело. Мы занимаемся нашим телом. Мы много занимаемся нашим духом. Пасторы занимаются больше. Прихожане иногда меньше. Но мы занимаемся духовными вопросами. А вот душевными часто забываемся. Поэтому, друзья мои, распоряжайтесь благоразумно своим временем. И выделяйте время своим женам, своей семье. Если вы чувствуете проблемы, не бойтесь обращаться к специалистам. Один мой знакомый, Равин, написал следующий пост. Мне он очень понравился. Я хочу его сегодня процитировать. Он говорит, как выходить из кризиса в тяжелых ситуациях. Я считаю, что семейный кризис к этому относится. Он говорит, когда я не вывожу, я делаю сначала три вещи. Я молюсь, я снижаю нагрузку и обращаюсь за психотерапией. Обычно дает быстрый результат. Я снова мчусь, свет и радость принести людям. Я молюсь о том, чтобы приложенные усилия дали классный результат. Мы молимся. Важно молиться. Молитва на первом месте. Мы изучаем Слово Божие, чтобы понять, какие модели Божьего Слова помогают нам понять нашу модель, нашу ситуацию. В Библии много ситуаций. Бог в Библии говорит через историю людей. Очень часто. Второе. Я снижаю нагрузку, чтобы продолжать делать хорошо то, что сегодня в моих силах. Завтра буду сильнее, сделаю больше. Сегодня так. Соответственно, кладем телефончик. Выделяем время для общения. Выделяем время для прогулок. Выделяем время для детей, чтобы помочь им. Находим в своем сложном ритме, в своем сложном режиме дня. Два-три часа в день для того, чтобы полностью посвятить. Но полностью это означает, что я не посвящаю, отвлекаясь постоянно. Где ваше мышление, где ваше внимание, там и вы. Если вы общаетесь с женой, думаете про футбол, вы на футболе. Если вы общаетесь с женой и думаете о том, что у вас проблемы с машиной, вы в гараже. Вы не с женой. И вы не с детьми. Будьте полностью в этом общении. И третий, он говорит, психотерапия помогает мне лучше распорядиться силами, данными Богом. Распорядиться силами, данными Богом. Сторонний человек помогает через вопросы вам найти ответы внутри себя. Они уже есть, просто вы их не видите. Они есть всегда. Вы их не видите или вы не слышите другого человека. Он помогает вам, так же, как преподаватель английского в школе языковой, помогает вам научиться понимать людей, говорящих на английском. Так психолог помогает вам научиться слышать самого себя и вашего близкого. И все, больше вы ничего не делаете. Он не вмешивается в какие-то другие процессы. Конечно, существуют разные школы психологии. Есть школы, которые я бы не мог рекомендовать как пасты. Потому что они основаны иногда на той картине мира или описании человека, которая не совпадает с нашей христианской. Если они встретятся вместе, может быть, раздрай. На духовном фундаменте, да? Другой дух. Или другой духовный фундамент. Или другой непонятный фундамент. Другой, может быть, эзотерический. Или еще какой-то. Или вообще в других религиях, как некоторые там буддистские психологии используют. Или еще что-то. Методик много всяких. На мой взгляд, лучше всего соответствуют христианскому такому мышлению три основные школы, которые, к счастью, сегодня являются самыми популярными. Это когнитивно-поведенческая терапия, которая, как я слышал, что ее основатель вообще вдохновился местом исписания, преображения, обновления, через обновление ума нашего. То есть мы изменяемся, обновляя свой ум. В общем-то, когнитивно-поведенческая терапия позволяет обновить свой ум. Не противоречит. Не противоречит. Второе, диалектическо-поведенческая терапия. И она бывает, помогает даже в ситуации, когда у людей есть мысли или даже попытки суицидов. Я знаю, есть психологи, верующие психологи, которые занимаются помощью людям, которые пытаются покончить с собой через диалектическо-поведенческую терапию. И, наконец, третье, это экзистенциальная терапия, которая тоже ее разработчики, ее нынешние лидеры этого направления, некоторые, многие из них являются или православными, или католиками, верующими людьми. И, соответственно, она не входит в противоречие с христианской картиной мира. Чаще всего это вот те психологи, которые сидят, слушают и просто задают вопросы, помогая вам найти мир с собой, мир с другим человеком, а через это устранить препятствия для вашего мира и хождения перед Богом. Три направления, которые я могу рекомендовать. Я не запрещаю другую, я не могу запрещать, вы свободные люди. Но я говорю, что я бы рекомендовал эти три направления. Павел, еще последний у меня такой вопрос. Если все-таки произошло так, что самое страшное, вот оно произошло, и уже пожар разгорелся в семье, и в этой ситуации как можно, скажем, помочь пастыру. Я понимаю, что ей можно и просто заклинить человека, и я думаю, человек может быть и сам где-то все-таки в своей совести понимает, что он не такой святой, возможно, он и не был совершенным мужем. А кто из нас без греха, как говорит Библия, поэтому... Но тем не менее, чтобы с одной стороны он не впал в такое состояние полного отчаяния, разочаровавшись вообще во всем, прежде всего в себе, потому что он не справился с трудностью, не справился с этой ситуацией, не справился с вызовом. То есть вот как вообще грамотно и правильно реагировать в церкви на подобные ситуации, окружению, верующим людям. Вот такая ситуация в семье пастыру произошла. Какая должна быть реакция вообще не общественности, мы сейчас говорим, а людей пожарных на эту ситуацию. Давайте я коротко разделю на две. Вопрос на два. Первое, что делать пастыру. То, что я говорю, очень часто основано на моем личном опыте, когда я себя что-то говорю. На встречах, на разговорах и так далее. Я стараюсь не пользоваться книжными какими-то вещами, а то, что я где-то пережил или проработал, или знаю людей, которые это пережили. Я 26 лет уже в браке, больше 25 лет, и у меня тоже были разные периоды. У меня был один период, когда наша семья была просто на грани распада. Такое тоже было. И я этого не замечал. Вот я был тем самым пастором, который служит, никого не замечает, домой приходят уставшие. Ну вот я был таким карикатурным немножко человеком, вот как мы сегодня его описывали, о котором рассуждали. Но, к счастью, мне хватило мозгов на одну простую вещь. Когда я понял, что я нахожусь в одном шаге, от того, чтобы мы написали заявление супруга о разводе, в одном шаге. Я взял ее за руку. Мы сломя голову просто бегом побежали к самому лучшему семейному терапевту, к самому лучшему в городе. Мы потратили деньги, мы их не жалели просто, да, на встречи, на сессии и так далее. И уже через буквально несколько встреч мы поняли и научились слышать друг друга. Я понял, что я делал неправильно, что вина была на мне в этом смысле, что я пренебрегал эмоционально и временем, и тратил время на что угодно, кроме семьи. И буквально через несколько сессий наши отношения изменились. И я верю, что отношения могут обмениться у любого человека. Я знаю людей, которые служат таким образом. У меня есть один знакомый, очень хороший, в Польше. Он известный, он предприниматель, он инвестор и прочее, но он многие годы был служителем. И до сих пор он занимается такой вещью. Он приглашает на специальные ретриты семьи, которые уже подали заявление о разводе. Им дают месяц подумать, им две недели, три недели. Он его приглашает на ретрит в горы. Они выезжают в горы, они общаются, они молятся. Он верующий человек, они молятся. Все возможно в господи. Он общается с ними, он помогает им найти общий язык. И он говорит, 70% семей, возвращаясь, начинают новый медовый месяц. То есть Бог исцеляется себе, так же, как тела. Исцеляет, которые уже были разорваны, которые уже написали заявление. У которых осталось только месяц, чтобы забрать, а не забираясь, 70%. Поэтому, друзья мои, если чувствуете проблему, не бойтесь, бегите с вами ноги. Если у вас болит сердце, вы бежите к кардиологу. Если у вас есть высокая температура, вы не боитесь в 40 градусов вызывать скорую помощь. Если у вас разрывается семья, бегите за скорой помощью к людям, которые являются специалистами. Что касается церкви, любовь. Прежде всего, любовь. Любить, 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 любить и поддерживать. Поддерживать и в том числе и пастора, который находится в такой ситуации. Он вам служил. Он всего себе отдал. Может быть, из-за того, что он потратил время на вас, у него сложилась такая ситуация. Продолжайте его любить и поддерживать, насколько это возможно. Если по священному писанию, мы знаем принципы священного писания, нет его вины. И он сделал все возможное для того, чтобы сохранить свою семью. Примите и поддержите его. Если есть его вина, помогите ему покаяться и восстановиться. Если он был в чем-то действительно и не понимает, ну тогда уже другой вопрос. Но если человек ищет Бога, если человек готов исправляться, я считаю, что церковь – это не тусовка праведников. Церковь – это больница для грешников, которая Дух Святой, нас всех, слабых, больных и ошибающихся. Но маленьких и теплых, которые стремятся к счастью, наполняют своей любовью и делают по-настоящему здоровыми, полноценными и счастливыми людьми. И закончить я хочу словами Иринея Леонского, христианского автора II века. Слава Божия – это полностью живой человек. Храните своих пасторов, храните друг друга и старайтесь, чтобы, несмотря на любые испытания, вы сохраняли главное в своем сердце – любовь. Я хотела бы просто в дополнение сказать, Павел, спасибо вам большое за такое важное событие. Мы сделали, я думаю, что сегодняшняя наша программа, она будет очень востребована многими. Дай Бог, чтобы это помогло людям, и нашло отклик в новых сердцах. Но я бы хотела еще напомнить одно место из Библии, где Писание говорит, каким судом судите, каким будете судены сами, какой меру имерите, какой отверит и вам. Поэтому я думаю, что всегда можно взять камень и кинуть человека. И я думаю, что лучше, конечно, не спешить это делать. Плакать с плачущими. Да, плакать с плачущими, сострадать. Или хотя бы найти какую-то возможность поговорить. Просто поговорить и получить какую-то информацию, может быть, правдивую информацию. То есть не потому, что когда происходят подобные ситуации, неважно, какие-то особенные, если в этом задействованы люди известные, люди с именем, с имиджем, как мы говорим, люди влиятельные в христианских кругах. Но не спешить клинить людей, не спешить распинать их. Мы не прошли поприще в его обуви. Не спеши осуждать человека, пока ты не прошел поприще в его обуви, в его ботинка, говорил какой-то христианский деятель довольно известный. Друзья мои, мы не знаем всего, мы не знаем всех обстоятельств жизни других людей. К счастью для нас, на самом деле, потому что если мы знали все, это было бы ужасно. Мы не знаем личных, может быть, интимных, может быть, того, что не показывается, проблем, которые возникают в любви. Поэтому давайте все-таки быть более снисходительными и сохранять свое сердце, любовь. Если у вас есть вопросы, напишите, пожалуйста, вновление. Если вопросы есть ко мне, она перешлет, и я постараюсь вам ответить. Спасибо большое. Тайла, спасибо. Будьте благословенны, драгоценная. Пусть Господь благословит вас. Спасибо большое. Аминь.